Вы смотрите и слушаете Радио Свобода, совместный проект Радио Свобода и Эспрессо ТВ. Мы во Львове в музее, мемориале под названием Тюрьма Аналонского, музей, посвященный жертвам тоталитарных режимов. И мы сегодня попробуем обсудить мифы и стереотипы, которые существуют у людей про ОУН и УПА. И я попросила принять участие в этом разговоре директора музея Руслана Забилова Дмитро Билый, историк, профессор Института физической культуры во Львове, Александр Зайцев, профессор Католического университета и Андрей Павлышин, переводчик и историк, также сотрудник Католического университета. Ну, давайте, панушистан, с вас начнем. Мы находимся в тюрьме. Вот первый раз, наверное, моя программа записывается в тюрьме, а не в каком-то увеселительном пространстве или студийном. Что это за тюрьма? Ну, она пережила три этапа, насколько я понимаю. И что здесь происходило? Действительно, мы находимся в тюрьме. Я считаю, что, и не только я, наверное, это место, которое является символом свободы, борьбы за свободу разных поколений украинцев, и не только представителей других национальностей. И если говорить о истории создания тюрьмы, нужно сказать, что она была построена польской властью в 19-23 годах. И считалась тюрьмой для, созданной, построенной для преступников обычной. То есть не для политических? Да. Со временем она, так как здесь были по соседству и другие службы, спецслужбы польского государства, такие как контрразведка, второе управление, корпус безопасности полицейской польской державы. И со временем эта тюрьма приобрела статус тюрьмы для политических заключенных, в том числе для украинских националистов и других противников, но как бы польской власти. Но доминирующим было то, что здесь во время судовых процессов удерживались Бандера. Здесь? Да, да. Прямо Бандера здесь был заключен? Удерживались такие функционеры ООН, как Лебедь и другие, да, в междувоенный период. Конечно же, такие объекты... То есть можно уточнить, вот когда поляки посадили Бандеру в 1934 году, он прямо здесь сидел? Во время судового процесса, да. После завершения судебного процесса, он был, как и другие, да, направлен в отбывание сроков в другие тюрьмы на территории Польши. Такие объекты никогда не оставались бескозными, скажем так. И в 1939 году, когда сюда пришла советская власть и создавала систему НКВД, эта тюрьма в Западной Украине стала центральной, скажем так. Отсюда начинал свою карьеру, как создатель системы НКВД в Западной Украине, генерал Серов, печально известный, который был и героем, и фаворитом. Но судьба сложилась у него так, что он потом был в 50-х годах, после 20-го съезда Хрущевского, понижен в званиях, лишен званий и так далее, и тому подобное, и фактически выброшен из системы. А далее... Пришли фашисты, я страшно извиняюсь. Пришли нацисты. Пришли нацисты, и в 1941 году эта тюрьма была следственной тюрьмой СД. Я хочу у вас у всех спросить, поскольку российский слушатель, читатель и даже человек, который историей интересуется, имеет много белых пятен по части истории УПА, по части вообще истории ОУН. Я бы хотела, чтобы мы как-то, если это возможно, конечно, восстановили эту историю. Понятно, что легче человека отослать к украинской Википедии или к русской Википедии, но там тоже много каких-то нестыковок и противоречий. Все начинается ведь не с УПА, все начинается с ОУН. Я правильно помню, Андрей? Все начинается с Польско-Украинской войны в 1918-1919 году, в которой украинцы потерпели поражение. По решению правительств западных стран в марте 1923 года Западная Украина была присоединена к Польше. Также местным национальным меньшинствам, украинцам, евреям, белорусам, литовцам был обещан плебисцит. Вот мало кто знает, что в 1943 году, если бы не было войны, в Галиции готовился плебисцит о принадлежности к этой территории или к Польше, или как автономной территории отдельной. В частности, поляки обязались создать тут условия для развития образования, культуры, науки, права человека и всяких других вещей, чего они не делали. Поэтому уже в 1920 году возникла украинская военная организация. То есть бывшие военные ушли в подполье и создали сеть, которая ставила своей целью оказывать сопротивление польскому правительству. Они, конечно, не представляли всего украинского общества, потому что были легальные политические партии. Сначала они бойкотировали выборы, потом, после того, как Запад пошел на сделку с польским правительством, начали принимать участие в выборах и очень часто достигали высоких постов. Скажем, представитель украинца Василий Мудрый был вице-спикером польского парламента. Была церковь, которая тоже представляла очень серьезное население. Но было, повторяю и возвращаюсь к этому, националистическое подполье, которое избрало радикальный путь, основываясь на практике ирландских фенеев, на практике польской военной организации. Они себя точно так же и назвали, как Пилсудский в начале XX века. И они применяли, в общем-то, более-менее те же самые способы, которые тогда применяли многие подобные движения. Значит, и это было самое тяжелое, так сказать, в их деятельности с точки зрения, например, церкви. Церковь категорически осуждала, как это и она должна делать в соответствии с своими этическими взглядами этот террор. И очень часто жертвами террора становились украинцы или люди проукраински настроенные. Скажем, директор гимназии Иван Бабий, который был директором фестиваля «Украинская молодежь Христу». Это просто все зависит от точки зрения. Я констатирую факты. Сейчас вы скажете. Или, скажем, знаменитый совершенно случай был, когда был убит в Трусковце польский политический деятель, политик, депутат парламента Головко. Он считался. Я просто констатирую какие-то такие факты. Я не утверждаю абсолютную истину. Я просто говорю, что он считался защитником интересов украинцев. Он остро поддерживал петлюровскую эмиграцию, выступал за то, чтобы на востоке Украины, на территории Украинской Советской Социалистической Республики возникло независимое государство. И полиция устроила, это можно судить по многим факторам, провокацию против него. Она использовала своих АЗФов в движении ОУН, потому что, к сожалению, так бывает иногда, что подпольщики не могут всего контролировать полностью. И руками обыкновенных парней, которые просто послушали приказ, она убила его. Это спорная точка зрения, но как бы тогда террор, в общем-то, не приносил, по моему мнению, тех целей, которые перед ним ставились. Андрей, я бы все-таки вернулась вот прям к ООН как ООН, и я вспомнила эту роль только потому, что Бандера отвечал на своем процессе за человека, который совершил покушение на какого-то из польских администраторов, на министра. У Дмитра есть возражения или поправки по этому вопросу? Понимаете, вот я хочу обратить внимание людей, которые нас будут смотреть и слушать, люди уверены, что ООН и УПА – это антисоветское движение, не понимая, что это было движение вообще-то и антипольское, и антифашистское, по сути. И антисоветское. И антисоветское, и, конечно, и антисоветское, но в русских источниках. И это признавались пенсионеры НКВД в большом уровне. Разумеется, но просто в современных российских источниках упор делается на антисоветское. А вот польская линия вообще выключается. Вот я бы так сказала, поэтому меня это польское интересует. Ну, Дмитру, пожалуйста. Ну, тут относительно террора небольшое замечание. Иногда это делалось с целью привлечь внимание. Украина тогда, ну, всема силами в 20-х, 30-х годах создавался такой имидж Украины, которая проиграла, да, свою борьбу за независимость во время 17-21-е годы. Или это такая территория. Это к вопросу, кстати, о мифологемии. О том, что такое представление, что украинцы это такие вот маньяки, антисемиты, убийцы. И такой имидж создавался уже в 20-х, 30-х годах. С одной стороны, и Антанте было выгодно это сделать, как бы оправдать, почему все-таки Украина, западная Украина, в всяком случае, была передана Польше. И вот создать такой вот имидж убийства Петлюры, что превратилось в такой процесс, когда это использовали, как вот показать, что вот украинцы это сплошные убийцы. Это было выгодно всем. И советской власти, и Польше, и Антанте, и так далее. И я бы хотел напомнить, когда был убит советский посол в Варшаве, да, вот в 34-м году, для того, чтобы и человек, который совершил это покушение члена Луны, он сдался, пошел на судебный процесс для того, чтобы заявить о голодоморе, который замалчивался. Вот, на центральной, на подсоветской Украине, вот, и это был, ну, единственный способ, ну, привлечь внимание к украинской проблематике. Ну, надо сказать, что и Бандера превратил, пытался превратить свой процесс в политический, использовать его для того, чтобы высказать свои убеждения и, ну, как бы, проблематику эту обозначить. Хотя террор не занимал главное место в тактике, а он, надо знать. Можно мы профессору Зайцеву отдадим микрофон? Мне нужно, чтобы высказались все по кругу, а потом уже в свободном полете и режиме. Ну, я согласен, согласен с Андреем, но немножко хочу и поправить, и поспорить с Андреем, потому что началось все даже не с украинско-польской войны. Потому что, если мы говорим о украинско-польской войне, мы сводим, как бы, деятельность ОУН, УПА и других подпольных организаций только к антипольской. На самом деле, мне кажется, началось все с украинской революции. Нужно брать шире. С украинской революции 17-20-го года, частью которой, собственно, и была украинско-польская война. Потому что это была война за создание и сохранение западноукраинской народной республики, которая объединилась с Украинской народной республикой. То есть, это была попытка создания независимого украинского государства. И ОУН, а позже УПА рассматривали себя как продолжатели деятелей украинской революции 17-20-го годов. То есть, они считали, что война не окончена, что нужно дальше вооруженным путем бороться за создание украинского государства. И это верно, что вначале главным фронтом был антипольский фронт. Хотя, декларативно ОУН сразу заявляла, что она считает врагами всех оккупантов Украины. То есть, Советский Союз, Польшу, Румынию. Были дискуссии о Чехословакии, считать ли ее оккупантов или нет. Но, на самом деле, главная борьба велась против Польши. И даже, я скажу такой факт, в 1927 году будущий лидер ОУН Евгений Коновалец, который тогда возглавлял подпольную украинскую военную организацию, говорил, что в случае интервенции против Советского Союза, если интервенты заранее не гарантируют создание украинского государства, то лучше нам бороться на стороне большевиков против интервентов за Соборность Украины. И даже в 1931 году, когда уже ОУН однозначно стояла на антисоветских позициях, рассматривался вопрос, не послать ли гонца в Москву все-таки, чтобы какой-то такой пакт о ненападении заключить и договориться о совместной деятельности против Польши. И все изменилось окончательно только в 1933 году, когда действительно был голодомор, когда были массовые репрессии в Украине. И тогда ОУН стала рассматривать Советский Союз как одного из главных своих врагов. И таким символом вот этого перелома было покушение Миколы Лемека на советского консула во Львове. Ему не удалось убить консула, он убил работника консульства. Не факт, не доказано, что Майлов был сотрудником НКВД. Если вы можете доказать, то скажите. Есть такая версия, она появилась позже. Но дело не в этом. А дело в том, что вот это покушение на советское консульство было таким символическим актом, которым ОУН заявляла, что Советский Союз, коммунистический режим является одним из наших главных врагов. Спасибо. Продолжим разговор о Степане Бандере. Это же дико любопытно, правда. Вот как молодой человек из многодетной семьи священника вдруг в 20 лет становится одним из, ну не знаю, наверное, можно сказать, лидеров в ОУН. А в 24 он уже садится в тюрьму. Понимаете, вот у меня что... Это вообще организация молодежи была. Вот, давайте про это поговорим. Он вообще в общей сложности, ну около 10 лет своей активной жизни провел в тюрьме. И сначала в польской, а потом в немецком концлагере. И как вот такой человек мог руководить всем этим из концлагеря и из тюрьмы? Вот, 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 давайте рассказывайте. В общем, я, собственно, в этом и хотел сказать, что Бандера прожил относительно короткую жизнь. Он прожил 50 лет. Он половину своей жизни, больше половины своей жизни провел в тюрьме или в подполье. То есть не имея возможности нормально реализоваться как политик, как семьянин, как человек. Все время он должен был, ну или в тюрьме подчиняться режиму, или сохранять предосторожности как подпольщик. Я просто хотел акцентировать тот момент, что он родился в начале века, в 1909 году, и был слишком мал, чтобы принимать участие в событиях Первой мировой войны и революции. Его ровесники, которые приблизительно в то же время формировались как личности, как и он, формировались под влиянием культа героев, который возник после Первой мировой войны во Франции, а потом распространился на Польшу и другие страны. Погибли миллионы людей. И был культ вот этих погибших, культ могил, неизвестного солдата. То есть эти молодые люди вырастали в атмосфере уважения к насилию. Тогда было совершенно другим отношение к насилию, к террору. Сила считалась нормальным средством разрешения конфликтов и прихода к власти. Просто мы не должны экстраполировать психологическую ситуацию тех времен на современность. Бандера достаточно случайно стал лидером этой организации, потому что погибли убитые польской полицией несколько других руководителей, более опытных, более старших. Или они вынуждены были уехать за границу, в эмиграцию. И Бандера вместе с молодыми, не очень опытными подпольщиками остался тут. И поэтому так легко его поймала полиция, которая использовала их молодость и неопытность очень часто. В одном из процессов было так, что просто парень пришел проститься к своей девушке. И это была его ошибка, которая обвалила всю организацию попытки подрыва бомб на восточном ярмарке, так называемом. Вся организация посыпалась из-за того, что он просто пришел проститься к девушке, что совершенно отпадает. Бандера был просто определенным символом, твердым, не особенно разговорчивым человеком, который абсолютно не боялся смерти. Те обвинения, которые были выдвинуты против него на процессе во Львове и в Варшаве, они тянули, конечно, на несколько смертных казней, что и было ему присуждено. Но случилось так, что в этот момент в Польше отменили смертную казнь как наказание. И поэтому он сидел несколько пожизненных. А вообще-то вот перед ним боевиков подобного масштаба или даже несколько меньшего масштаба просто казнили. Андрей, я бы хотела уточнить, все-таки Бандера сам боевиком не был в тот момент. Он был руководителем движения. Но приказы отдавал, да, приказы отдавал. Это был тот человек, который отдавал приказы. Он принадлежал к той группе молодежи, которая имела претензии к старшему поколению, что оно было слишком мягким, что не употребило всех средств для того, чтобы убедить. И он, собственно, когда вышел из польской тюрьмы, когда польское государство рухнуло под напором советов и нацистов в 1939 году, он, собственно, вошел в клинч, в такой конфликт с более старшим поколением ООНовцев. И в 1940 году создал свою собственную организацию, фракцию. Она называлась «Фракция революционная». Ну, Бандеровская – это такое публицистическое название их движения. На самом деле они называли сами себя революционерами. И они тяготели к тому, чтобы поднять всеобщее восстание. Вот это был их главный месседж, их главная цель и то, к чему они стремились. И поэтому восстание против Советов, против поляков, против всех оккупантов украинских земель, где только есть революционная война, восстание всего народа на всех землях, оккупированных иностранцами. И поэтому, скажем, он определял, конечно, определенное внимание военным аспектам. Были люди, которые это специально разрабатывали. Но главный стратегический путь для него – это было все-таки не создание армии, не обучение ее, а революционное восстание. Поэтому и позже у УУН возникли определенные проблемы. Обратите внимание, она ведь не в 1939 году и не в 1941 создала УПА, а начала творить свои военизированные структуры, военизированное крыло только в 1942 году. Там были, конечно, обстоятельства. Я считаю, что это результат просто определенного тренда. Завелись, завелись. Андрей, можно про Бандеру договорим? Тут относительно самого символа «бандеровцы» постоянно используется термин. Эпизод один относительно самого термина «бандеровцы» – «бандерас». Во-первых, это та же самая тактика, не украинское национальное движение, не попытка гетмана украинцев в начале 18-го столетия получить независимость. Это мазепинцы. Все сводится. Вот есть один человек. То есть нет армии Украинской Народной Республики, которая воевала в 18-19-20-м году. Есть петлюровцы. И вот я читал воспоминания одной из участниц этого УПА, и УН, и УПА. И она описывает, как они в конце 40-х годов сидели в бункере, там типография подпольная была. И у них началась дискуссия, вот листовки, за что борются повстанцы, украинские повстанцы, или за что борются бандеровцы. Они сказали, что в принципе, ну, повстанцы, повстанцы называли, да, украинские повстанцы. Но уже советская пропаганда, вот, в газетах, там, в своих листовках, в своих выступлениях, она вот постоянно вот бандеровцы, бандеровцы, бандеровцы. И как контрпропаганда, мы тоже стали использовать в своих листовках термин «бандеровцы». Не согласен, не согласен. Это просто эпизод, что я вычитал. Целое поколение, скажем так, публицистов подпольных, младшие поколения, такие как Петро Федун Полтава, Йосип Позачанюк и так далее, которые работали и в подполье вышли своими публикациями в период с 43-го и далее, 44-й, 45-й, 46-й год, они много чего писали нового. Петро Федун Полтава написал такой труд для подпольщиков, который был издан также в Одессе, в каменоломнях на русском языке, кто такие бандеровцы и за что они борются. На русском языке специально для русскоязычных, для, так как пропаганда велась Оуновская и в среде красноармейцев, и их гарнизоны и так далее. То есть это был термин полностью легитимен, он существовал, его использовали, и здесь, скажем так, бандеровцы, это не воспринималось как бы какое-то ругательство. Ну, были петлюровцы, мазепинцы, почему нет? И бандеровцы сейчас существуют, скажем так, в русской пропаганде, в такой вот негативной коннотации, да, крайней какой-то. Мне правда непонятно, вот он проводит в тюрьме почти треть жизни, и как он при этом оказывается лидером всех на свете? Как это получается? Это, в самом деле, самый большой парадокс Бандеры, то, что символический образ Бандеры, он многократно превышает реальную роль Бандеры в украинском националистическом движении. Потому что, ну, во-первых, прав Андрей, который говорит, что, ну, довольно случайно оказался Бандера во главе краевой ООН, то есть не всей ООН, а только ООН в Западной Украине, после того, как по разным причинам предыдущие лидеры вынуждены были или погибли, или вынуждены отойти были от деятельности. Его реальная роль в этой организации ограничилась в 1933-1934 годах, когда он действительно организовал несколько громких террористических актов, из которых самым громким было убийство министра внутренних дел Польши Бронислава Пиратского, и, наверное, самым скандальным убийство директора украинской гимназии Ивана Бабия, обвиненного в коллаборационизме с поляками. После этого он с 1934 по 1939 год сидит в тюрьме, то есть дальше ООН развивается без его участия. Второй раз он играет важную роль в 1939-1941 году, когда он возглавляет бунт против старого руководства, он возглавляет, ну, как, относительно старого, по возрасту, руководствован во главе с Андреем Мельником, и в результате происходит раскол, ООН возникает, ООН, который популярно называют ООН Бандеры. Но, опять же, уже в июле 1941 года, то есть вскоре после начала немецко-советской войны, его сажая сначала под домашний арест, потом в концлагерь, он практически до конца войны сидит в концлагере. То есть, опять же, деятельность ООН, создание УПА, борьба, УПА, все это происходит без его участия. Но, с другой стороны, с одной стороны мы видим случайность, с другой стороны закономерность. Закономерность состоит в том, что организации типа ООН, они нуждаются в лидере, они нуждаются в персонификации. Это организации, в принципе, того же типа, как, скажем, большевистская партия, в каком-то смысле фашистская партия и так далее. Они нуждаются в вожде. Это организация вождественского типа. То есть, даже если нет харизматического лидера, спорный вопрос, насколько сам Бандера обладал этими харизматическими качествами, то его создают. И обе фракции ООН, они этих лидеров создавали, окружали их харизматическим культом. Они охотно употребляли название ООН под руководством Степана Бандеры, ООН под руководством Андрея Мельника, вождь украинской нации Мельник, вождь украинской нации Степан Бандера. То есть, они всячески это подчеркивали. И даже, когда Бандера сидел в концлагере, все равно все называли организацию, которая действовала бандеровцами. Кстати, о термине бандеровцы есть свидетельство, что впервые он начал употребляться еще в 30-х годах, когда Бандера сидел в польской тюрьме. Так называли сторонников решительных радикальных действий. Потом, действительно, этот термин подхватила советская пропаганда и стала употреблять его в таком уничижительном значении. И еще один факт. После войны оппозиция ООН, которая обвиняла Бандеру в авторитаризме и выступала с демократических позиций, остро возражала против того, чтобы называть украинское освободительное движение бандеровским. И даже одна из руководителей этой оппозиции, Дарья Рэб, отписала командующему УПА Роману Шухевичу, что ни в коем случае Бандера себя скомпрометировала, ни в коем случае нельзя называть УПА бандеровской. Но Шухевич не решился. Наследник Шухевича на посту командующего УПА Василий Кук, он издал приказ, что не употреблять название бандеровцы для УПА, называть повстанца. Ну, если у нас политические партии раскалываются и так далее, я не слышал, чтобы политологи и так далее говорили, бунт кто-то там организовал и так далее. Я не считаю, что с точки зрения историков, исторической науки адекватно использовать такие термины, которые где-то есть, навіть не сферы политологии, где-то журналистики и так далее. То есть есть нагрузка эмоциональная. Ну да, был конфликт поколений, это закономерно, по-другому не могло быть в то время. И нет, не могло быть. Потому что жизнь, традиция борьбы за создание украинского государства, и если смотреть более шире, и создание польского государства, и потом борьба за противокупацией советской в Литве и так далее, это был стиль жизни молодого поколения. Можно вот вопрос к Дмитру, и перейдем к фактической части вопроса. У меня еще и про Бандеру не все исчерпались тоже интересующими моменты. Вы из Донецка, вы два года как переехали во Львов, там у историков есть какое-то специальное отношение к украинскому освободительному движению, к УПА? Сейчас там историков, насколько я знаю, мало осталось. Очень мало осталось. Ну, в принципе, постепенно. Ясно, что тут на Донбассе вообще такое, знаете, происходило такая парадоксальная ситуация. С одной стороны, уже бойцов УПА, которые были в лагерях, очень многих не пускали, чтобы они возвращались на Западную Украину, и очень много оседало на Донбассе. После освобождения, вот в конце 50-х, многие села были депортированы и были перевезены на Донбасс. Я знаю несколько сел таких, вот в Донецкой области, которые там на 90%... Это после 45-го года, да? Да, вот в 45-й, конец 40-х. И очень много, в принципе... И вот я вырастал, с одной стороны, шла советская пропаганда, что вот бандеровцы такие, всякие, вот... Ну, ни одна мифологема такая в Советском Союзе не раскручивалась такой силой и масштабом, как вот бандеровское движение. А я даже могу предположить, почему фашистов победили в 45-м году, а повстанцев в Бандеровске, только в 48-м или 49-м, что ж так долго не могли их победить? До конца 50-х. Сейчас, сейчас, мы к этому вернемся еще. Вот. А с другой стороны, ну, я знаю, я вырастал со многими... В Макеевке я родился. Вот. Очень много у меня и друзей было. Это были дети, там, повстанцев. Ну, так, об этом особенно не говорилось, но все знали, что... Вот тот был старший на УПА, вот тот в Истребках был. Опять же, многие, значит, из Истребков тоже выезжали из Западной Украины на Донбасс, потому что имели какие-то счеты, вот, с местным подпольем. То есть там... И поэтому такая картина вот создавалась. Ну, естественно, доступ к каким-то материалам, документам уже на историческом, это где-то конец 80-х, начало 90-х годов начинается. И уже, в принципе, такое обще-негативное вот такое отношение и к этому движению, и КУПА, оно меняется. Вот уже поколение, которое подрастало, имело доступ до информации, могло самоосмысливать, делать выводы. И я помню, в 2010 или 2009 году на Донецком телевидении была дискуссия, где были историки, вот, и их оппоненты, вот, УПА за или против. Вот, и потом было голосование, то есть, кто там звонил по номеру, который, как бы, там поддерживает УПА, метафорически сказано, кто нет, где-то две, значит, примерно так, голоса разделились от два к одному. То есть это уже... То есть за УПА? За УПА где-то одна треть, против где-то, ну, да, две трети. То есть это, как для меня, это был уже показатель того, что перелом в каком-то, ну, сознании, уже он произошел, и ситуация меняется. Так что, ну, и дальше все зависело от историков, от дискуссий и от информации, возможности, доступа к информации, осмыслению ее. Так что ситуация менялась. Ну, была искусственно оборвана. Вообще, зачем понадобилось Советскому Союзу убивать Бандеру в 59-м году? В 59-м, внимание, в 59-м. Не в 48-м, не в 45-м. А, ну, живет себе под псевдонимом такой писатель, мало кому известный, в городе Мюнхен. И к нему аж три раза, если я правильно помню, поцелают наемных убийц, и на третий раз, значит, это все получается. Вот что ж такое? Чем он был опасен? Этим символическим капиталом, что ли? Или в подполье-то было практически разрушено уже, там оставались единицы? Ну, спасибо за эту подводку к ответу, который я немножко по-иному хотел сформулировать. Значит, я хотел сказать о том, что если внимательно изучить контрпропагандистскую, так называемую, коммунистическую литературу 40-х, 50-х годов, то мы заметим странную вещь. Там практически не фигурирует фамилия Бандеры или название бандеровцев. Основным объектом в произведении таких писателей, как Беляев, скажем, очень известный, антинационалистический писатель. Основным объектом является греко-католическая церковь. Потом такая какая-то странная смесь петлюровцев, тех, которые поддерживали Скоропадского, Гетмана, каких-то украинские, да, украинские, немецкие, буржуазные националисты. Вот такая формулировка была во многих текстах и официальных выступлениях в Организации Объединенных Наций, но какие-то они такие были довольно абстрактные. И ситуация резко меняется только после 1961 года. Не 59-го, 61-го. Итак, для чего убили Бандеру? Ну, это было решение Семичастного и Хрущева, Семичастный руководил КГБ. Хрущев руководил советским правительством. Они, в общем-то, убирали всех противникам режима и русских иммигрантов. Перед этим за год они убили, скажем, одного из лидеров, ну, совершенно неизвестного широкой публики, Льва Рэбета. Вот тот же Сташинский убил. То есть, ну, да, да. Ну, для них Бандера, конечно, был важен. Они считали, считали и считают до сих пор, что такие движения, они организованы каким-нибудь там американским обкомом. И главное это убить лидеров, вот всех этих Невцовых перестрелять, так сказать. А потом это все обвалится само собой и ничего не будет. И они приблизительно в этом направлении действовали. И это преступление осталось бы безнаказанным и даже неизвестным, потому что Сташинский стрелял бинарным газом. Были какие-то странности в этой смерти, но полиция ничего не могла сказать. И тут вдруг в 61-м году Богдан Сташинский переходит на сторону западного правосудия и показывая детально все кулисы преступлений. Тогда же была очень интересная история, но она развивалась по-другому. Она связана с этой тюрьмой. В этой тюрьме во время войны сидела замечательная женщина, графиня Каролина Ролянскаронская. Каролина Ролянскаронская была почетным доктором Львовского университета, искусствоведом, ну, таким славным человеком. И вот ее нацисты посадили в тюрьму. И начальник тюрьмы считает, что она, ну, конченый человек, погибнет. В конце концов, он начал перед красивой женщиной там распускать хвост павлиний, там, бахвалиться, что вот он расстрелял кучу львовских профессоров в июле 1941 года. Значит, узнав об этом, она узнала об этом. И тут вдруг ее переводят в другую тюрьму. Там была борьба между нацистскими руководителями внутренняя. Она рассказывает об этом руководителю тюрьмы в другом городе. Информация идет к Гиммлеру, и начинается большая рубка наверху. Значит, одни за то, чтобы ее уничтожить и расстрелять, а другие для того, чтобы сохранить ее как компромат. Значит, вот, она в конце концов попадает в концлагерь Равенсбрюк, и ее спасает оттуда итальянская королевская семья, это ее родственники. И, выйдя из тюрьмы в 1945 году, она начинает пытаться на Западе рассказать всем, кто хочет это слушать, об страшном преступлении, убийстве польских ученых нацистской анзес-группой во Львове. Она знала, кто это был по списку, и что это за группа, обстоятельства, потому что ей это рассказал начальник вот этой вот самой львовской тюрьмы, где мы сидим. Значит, на все это слабо обращали внимание до 1960 года, когда некий Оберлендер стал министром в Германии, и нужно было накопать на него компромат. И вот тогда узнали, что он был связным у Шухевича, творца УПА. И против него начали... Подождите, ребят. Ну вот вы сейчас уточните, но против Шухевича и против Оберлендера начали массированную кампанию, что это они были виноваты в убийстве польских профессоров. И только твердая позиция Каролины Ленцкаронской и Збигнева Альберта, которые представили свои свидетельства в немецких судах, очистила Оберлендера от этого обвинения, и потом очистила и Нахтигаль, и Шухевича об этого обвинения. А в Советском Союзе, в Германской демократической республике в этих процессах лжесвидетели, значит, обвинили их в этом страшном преступлении, и до сих пор этот шлей, в общем-то, тянется за ними. Есть и потяжелее обвинения, с которыми историки, мне кажется, до сих пор разбираются. Это участие батальона Нахтигаль в уничтожении евреев во время львовского погрома. Как вот с этим быть? Какие есть источники и какие есть мнения? Действительно, сразу же вслед за вступлением немецких войск и украинского батальона Нахтигаль во Львов 30 июня 1941 года, в течение нескольких дней во Львове происходят погромы. Потом происходят также еврейские погромы в других городах и местечках Галиции. И по подсчетам одного немецкого историка, который недавно издал специальную книгу на эту тему, в это время от 7 до 11 тысяч евреев было убито в Галиции. Но что утверждает этот историк? Он приводит конкретные цифры на основании своих подсчетов. Он утверждает, что большая часть из этих убитых убито было не Нахтигалем, не украинцами, не ОУН, а дивизией СС Викинг. Далее он утверждает, что следующее по количеству убитых это гестапо. И если свести эти все цифры, то получается, что вместе на ОУН, на украинскую милицию, созданную в это время, и просто на толпу остается от нескольких сотен до трех тысяч. Что касается конкретно Нахтигаля, есть свидетельства, что якобы отдельные солдаты батальона Нахтигаль принимали участие в этом погроме. Нет никаких документов, которые бы показывали, что руководство батальона Нахтигаль, а фактическим командиром батальона Нахтигаль был Роман Шухевич, будущий командующий УПА, отдавало какие-то приказы или принимало какое-то участие в погромах. Вообще, дело львовских погромов 1941 года до конца не исследовано. Но уже сегодня можно считать, что те цифры, которые некоторые называют, от четырех до шести тысяч евреев, убитых именно украинцами, это привлечение. Да, были украинцы, которые убивали евреи, но большая часть евреев убита все же таки... Александр, можно я уточню, город вообще признает за собой этот факт? Безусловно. Ну, этот факт, может быть, еще не настолько известен городу, как вы говорите, как заслуживает этот факт. Но то, что во Львове были погромы, и то, что в них принимала участие и толпа, и местные жители, это установленный факт. Значит, я обратила внимание, что каждая сторона говорит о том, что УПА боролась против нее. Ну, грубо говоря, вот российская современная историография говорит, что только против Советского Союза боролась УПА. А польская сторона говорит о том, что вот мы там пострадали. Ну, понятно, что немецкая сторона скромно там молчит про это, но принято считать, что все-таки с нацистами УПА сотрудничество больше всего. Вот что вы про это думаете и скажете, Дмитро? Есть такой Райнгард Козелек, историк немецкий, он сказал такую очень интересную мысль, высказал, что историю пишут победители, а историографию пишут побежденные. То есть история, как, ну, в таком искаженном виде, как набор каких-то штампов, мифов, обеливания себя хороших, потому что мы победили, значит, на нашей стороне правда, а те, кто проиграл нам, значит, демонизация и так далее, и так далее. С тем, кто проиграл в определенной формальной мере, ясно, свойственно желание разобраться, в чем была причина, что мы сделали правильно, что мы сделали неправильно, и тому такой обостренный интерес, больше, чем интерес, вот к истории деятельности ОУН, украинской повстанческой армии, очень важно, потому что все-таки это было то же самое звено, но все 20-е столетие украинцы боролись с оружием в руках, в геополитическом тупике, это сейчас у нас за последние 600 лет ситуация геополитическая в лучшую сторону изменилась, и противостояли несоизмеримо более сильным противникам. И какой была эта борьба, где были ошибки, где были недочеты, где были наши победы, где был наш проигрыш, для украинцев это жизненно важно. Значит, на самом деле УПА это был один из набора инструментов разных политических, которые применяли разные политические силы, и который помог, скажем, западным украинцам ограничить, скажем, ужасный голод 1947 года. От голода 1933 года погибло, ну, как минимум, 3,5 миллиона украинцев, да, от голода 1947 года, благодаря активной обороне, которую УПА осуществляла против конфискации хлеба, погибло, ну, меньше людей и на Восточной Украине, и на Западной, да, там не было голода, там коллективизация шла медленнее и с учетом интересов местного населения. УПА создала такую определенную легенду, миф, опираясь на который, потом создавалась уже независимость, будущее украинское. И, то есть, иногда есть поражения, которые для нас важнее, чем победы, которые формируют сознание, понимание того, как важно быть терпеливым, как важно быть нежестоким, как важно уважать врага и всякие такие. Иногда победа создает такую эйфорию, что лучше бы человек не побеждал в этой войне и в этом столкновении. И с этой точки зрения УПА, которое было, конечно же, партизанской армией, армией, действующей в условиях конспирации, окруженной множеством врагов и не имеющей финансовой поддержки на уровне даже самого маленького государства, она, конечно же, не может стоять в ряду с большими армиями, которые воевали в той войне, но она, тем не менее, создала для нас образец какой-то вот людей мужественных, твердых, стойких в своих убеждениях, даже когда мы их убеждения не разделяем. Спасибо. Андрей. Александр. Я попробую, может быть, более конкретно ответить на этот вопрос. С кем боролась УПА? Во-первых, вспомним, что УПА на самом деле было две. И первая, УПА была создана еще в начале 42-го года. Ее создал атаман Тарас Боровец, который принял псевдоним Тарас Бульба. И она никак не связана была с ОУН, она была связана с эмиграционным правительством Украинской Народной Республики, которая еще после поражения Украинской революции с 20-го года пребывала в эмиграции. И Тарас Боровец, он осуждал авторитаризм ОУН, и он, по крайней мере, декларировал демократические позиции. И эта УПА официально боролась и против Германии, и против советских партизан. Хотя Боровец то с теми, то с другими пытался вести переговоры, заключал ситуативные какие-то соглашения, но, тем не менее, боролся с обеими. Когда в начале 43-го года уже создавалась новая УПА под политическим руководством ОУН Бандеровцев, она тоже провозгласила борьбу на два фронта, против Германии и против Советского Союза. И реально боролась на два фронта. Хотя основным фронтом все-таки считали Советский Союз, потому что в это время уже произошел коренной перелом в войне. Считали, что немцы так или иначе все равно уйдут, и тратить силы на активную борьбу с немцами нет смысла. Нужно беречь силы для борьбы против того врага, который возвращается. Хотя в 43-м году основным фронтом для УПА на Волыне оказался Польский фронт. И Руслан правильно говорил, что в войне неизбежно насилие, но все-таки давайте называть вещи своими именами. Есть неизбежное насилие, есть военные преступления. И этническая чистка поляков, которая была совершена на Волыне в 43-м году, есть ничем иным, как военные преступления. По крайней мере, с моей точки зрения. Хотя Руслан качает головой, а сейчас он будет, вероятно, возражать. Кто в этом повинен? То ли решение принимал провод, то есть руководствован, то ли лично командующий УПА в то время Дмитро Клячьевский, псевдоним Клим Савур, то ли ограниченный круг личности. Но, тем не менее, эта этническая чистка была, в ходе которой погибли десятки тысяч мирного польского населения. И этот факт мы тоже не можем отрицать. В украинской историографии предпочитают более такой термин «Волынская трагедия». Ну, кстати, вот книга Гжего Жаматыка здесь лежит «От волынской резни до операции выслы». Гжего Жаматыка – польский историк. Ну и, наконец, после возвращения советской власти в 44-м году в западную Украину УПА более десяти лет боролась против советской власти. И это был, пожалуй, самый длительный и масштабный пример вооруженного сопротивления коммунистическому режиму в послевоенной истории. Если мы говорим об вооруженном сопротивлении украинцев и борьбе за создание своего государства, я склонен смотреть на более широкий контекст, палитру Советского Союза и республики, которые входили по состоянию на 41-й год в состав Советского Союза, в НКВД и власти советской тогда были две проблемы. Это Кавказские республики и с 39-го года это Западная Украина и Белоруссия, где в Кавказе происходила борьба вооруженная местных повстанцев против советской власти. Она то возобновлялась, то затухала. И с 39-го года, особенно в 40-м году, это все происходило также на Западной Украине, особенно если по тем документам, которые я видел, скажем, в этом году, нашел в архиве СБУ, если сравнивать интенсивность боевых действий отрядов ОУН в 39-м, 40-м году, в 40-м, особенно в году, на территории Западной Украины, в частности, такой эпицентр, это Тернопольская область, и сравнивать с интенсивностью деятельности подполья ОУН в 50-й, 51-й, 52-й год. Но я считаю, что эти действия были более интенсивны перед войной. Это вопрос, который требует изучения. Но если смотреть на все те действия, которые происходили в Советском Союзе в связи с началом Второй мировой войны, вернее, немецко-советской войны в 41-м году, то у меня складывается впечатление, что многие представители народов СССР больше любили Гитлера, как Сталина, потому что восстания были в Кабардино-Балкарии, в Чечен-Ингушетии, в Грузии. В 42-м году калмыцкая дивизия в полном составе национальная дивизия Красной Армии, дислоцированная тогда в Калмыкии, перешла в подполье. УПА, как и другие народы Советского Союза, которые потеряли независимость кратковременную в 20-х годах, вели борьбу за свое освобождение. Но все восстания, все движения повстанческие, кроме Чечни, которая в горах, там далеко, ситуативно где-то отдельные люди еще воевали до 57-го года, вся тяжесть борьбы противоосвободительных движений была концентрирована с 44-го года в Западной Украине, Белоруссии частично, ну и Прибалтика, конечно же. То есть мы не можем говорить о том, что бандеровцы это такие вот, они особые и так далее, и тому подобное. Если смотреть на весь спектр того, что происходило в Советском Союзе в связи с началом Великой Отечественной, как они говорят, а точнее, немецко-советской войны, да, это вопрос, который не исследован, который требует пристального внимания и общественности, и историков. И не все так однозначно. Легче всего цеплять ярлыки, вот, и клеймить, конечно же, позором. Радио «Свобода» в сотрудничестве с Эспрессо-ТВ в музее-мемориале тюрьма Налуньского во Львове мифы и стереотипы ОПА вела программу Елена Фанайлова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова